Здравствуйте! Не секрет, что диарея способна застать врасплох кого угодно. Даже люди с отменным здоровьем, которые привыкли разумно относиться к питанию, не могут быть застрахованы от данной проблемы. Чаще всего понос указывает на отравление. Но иногда жуткий стул – это как бы крик организма о том, что человек столкнулся с более опасным недугом. Бывает, что понос может спровоцировать кишечная инфекция или же дисбактериоз, например, после лечения антибиотиками. Если поносы становятся привычным явлением, то, конечно, стоит разобраться в этой проблеме и отправиться к доктору. Но в других случаях при диарее будет очень эффективен крахмал. Лечение крахмалом для многих привлекательно тем, что оно не требует соблюдения каких-либо сложных правил. И многие любители применения народных способов лечения обращаются именно к этому способу. Ведь где бы вы ни находились дома, в командировке или в деревне, за городом, то найти крахмал и применить его как лекарство от диареи наверняка будет несложно. Важно, что такое простое средство отлично подходит и для детей, и для взрослых. Привычный белый порошок, который, скорее всего, найдется в запасах подавляющего большинства хозяек. И он поможет устранить даже сильный понос. И что особенно радует, времени на лечение потребуется очень немного. Развести такое лекарство достаточно просто. Нужно взять одну столовую ложку крахмала и залить кипяченой прохладной водой и размешать. Этот рецепт давно и успешно многие применяют, те, кто любят покопаться, в рецептах народной медицины. Да и, как говорят многие доктора, именно таким методом лечат у детей дисбактериоз после применения антибиотиков. Крахмал обволакивает стенки желудка и кишечника и препятствует вымыванию полезной микрофлоры. Диарея – это, конечно, симптом, который может быть вызван разными причинами. И нужно постараться понять, какая причина вызвала диарею. Ведь, например, при пищевой токсикоинфекции при отравлении диарея – это естественный метод очищения организма от токсинов. Терапия в этом случае должна заключаться в восполнении жидкости и электролитов. Если же говорить об абсорбирующих свойствах крахмала, то они очень невелики. И тогда, возможно, для устранения диареи можно найти другие способы.